Раннее бронирование имеет свои прелести. Во-первых, вы не попадете на деньги. Во-вторых, я недавно посмотрел, и оказывается, что если забронировать отдых за месяц, за два, за три, то можно улететь по цене горячки. То есть совсем дешево. И опять же, никакие проблемы с экономикой вас не волнуют. Вы отдали деньги, застраховались, и все. 100% летите. Но если не летите, то страховка от невылета, она сработает, естественно. Теперь мне задают вопрос, почему это агентство туристическое, имеет приставку туристическое информационное агентство. Все очень просто. Здесь люди работают владея информацией. То есть они не один раз летали в рекламнике. Они в рекламниках были много-много, очень много раз. Столько, сколько не летали многие. Мало того, вот обратите внимание, я вам донесу до сведения такую информацию, что же на мне куплено в России. Сейчас подскажу. Вот это бейсболка из Египта, футболка из Турции, брюки с Индии, ремень оттуда же. То есть мы вам гарантируем тот отдых, который вы хотите. Хотите шопинг? Будет шопинг. Хотите ничего не делать? Будете ничего не делать. Хотя я ни одной девушки не видел, которая бы не захотела потратить ну, энную сумму денег на этот самый замечательный и вкусный шопинг. 90% агентов-туриков по сути не знают ни страны, ни отельной базы. 95% фирм и фирмочек, которые приползают с просьбой о раскрутке, жиреют. И затем уже попадают на другие бабки. А 85% аудитории телезрителей рекламу просто не смотрят. Ну вот, когда грамотно объяснишь и покажешь, да так, чтобы с умом, это другое дело. Ну а вот отель, который реально и очень хорошо продается. И Ройла Раджана. Это тоже Десолей. Этот бревиант, ну, упакован по полной программе. Здесь абсолютно все бесплатно, за исключением импортных, спиртных напитков. И здесь есть, что делать и чем заняться. Собственный аквапарк. Пять ресторанов. Даже есть рыбный ресторан. Кроме всего прочего, здесь очень красивый, реально вид. Ну, на город, на бухту. Единственное, как бы такое небольшое предложение. Если вы поедете сюда большой компанией, а сюда любят ездить магнитогорцы, вы на ресепшн просите два номера, ну, рядышком. Потому что оттуда и вот дотуда почти километров. Про роялы речь вообще отдельная. Это все, ну, очень круто и комфортно. Любимая миллионами россиян Раджана в исполнении Де Сале это лучшая именно русская кухня. Это эталон русского качественного отдыха. Отдыха, который любит российская интеллигенция. Единственный вопрос возникает в территории. Она огромная. Не настолько огромная, как в северных роялах и так далее. Но зато это тишина. Это честная российская пятерка, которой бы я поставил еще и пять с плюсом. Потому как разноцветных по браслетам рекламников здесь встречали по-бегасовски хлебосольное и наливали в обед все, что просили. И это было круто. Бывают путевые заметки, бывают не путевые заметки, а бывают путевые заметки. Так вот я про отель Royal Raja Resort с приставкой Де Сале. Прежде чем вы соберетесь в Шарм-эль-Шейх, вы должны узнать, сколько стоит сюда поехать и есть ли место. При этом не удивляйтесь, это реально самый крутой отель из Сети Де Сале. Здесь делать ничего не надо. Что касается кухни, вот здесь уже оливье, здесь уже помните весенний салат такой, огурчики, помидорчики, вот рулетик любимый наш куриный, рулетик рыбный, такого я еще не видел. Так, поехали. сайры тушеные вместе с печеной картошкой и потом гуляш с картошкой и белым бабами. И плюс три бокала того, чего рекламировать нельзя. Ну, неплохой такой, чисто русский обед. После которого понимаешь, что полетишь в следующий раз только с фирмой 1100. Вообще, прежде чем куда-то поехать, попросите у туриков видеоотчетов. И пусть покражут вам объявшихся и довольных своих туристов. Потому что папирусы, статуэтки и прочая дрянь ничто по сравнению с отдыхом, завпечатленным на видео. Что? Нету такого? Ну, это как же? А, куки вы наши, а точнее, мальки в Магнитогорском пруду. Рыбка поопытнее есть. Это фирма 1100. Так, это мы конкурентов немножко мочканули. Теперь для вас, клиенты, есть такой человек, который репутацией своей дорожит, которого знает весь город, который в жизни никого не кидал. Вы поняли? Какой он вам отдых может организовать, а? Вот зима закончилась и закончилась в то время, когда безальтернативный теплый отдых был только в Таиланде и Индии. Потому что в Египте все-таки немножко прохладновато. Турция, она хороша, но вы не знаете, как там грамотно зимой отдыхать. Но, поверьте, там есть на что посмотреть. И теперь сезон, опять же, какие страны? Вышеперечисленные Таиланд, Индия, Египет и Турция. Они открыты. И, поверьте, нету понятий для этих стран сезонность. Ну, я потому что путешествовал и знаю, что в июне в Египте очень хорошо. Также хорошо в июне и в Таиланде и супер замечательно в Индии. Но, к сожалению, летать вы можете только из Магнитогорска и только в Турцию. Поэтому такой вот выбор для тех, кто не хочет перемещаться. Тот же, кто хочет перемещаться, может себе организовать просто улетный торч и поехать не на 7-10 дней, а на 2-3 недели. Вместе с туристическим агентством 1100, которое располагается здесь, на Московской 5. Единственный маленький нюанс. Люди здесь работают для себя, поэтому телефончик указан 8-952-526-685. Позвоните, в принципе, могут приехать и к вам домой.